Евангелие от Луки, 4 глава Евангелие от Луки, 5 глава Евангелие от Луки, 5 глава Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа Бога Твоего, и окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе духов Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне», ибо он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу, и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им «Ныне исполнилось Писание это, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и удивлялись словам благодати, исходившим из его уст. И говорили «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им «Конечно, вы скажете мне присловие «Врач исцели самого себя». Сделай и здесь, в твоем Отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме». И сказал «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Ильи, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илья, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Ниямана-сирианина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости и, вставши, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. И пришел в Капернаум город Галилейский и учил их в дни субботние. И удивлялись его учению, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом, «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, святый Божий!» И Иисус запретил ему, сказав, «Замолчи и выйди из него!» И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собой, что это значит, что он со властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят, и разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симона была одержима сильной горячкой, и просили его о ней. Подошед к ней, он запретил горячки и оставила ее. Она тот час встала и служила им. При захождении же солнца, все имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них, руки исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком, и говорили, «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он вышед из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им, «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан», и проповедовал в синагогах галерейских. Субтитры создавал DimaTorzok